Субтитры создавал DimaTorzok В меру своих сил, в меру своих стараний, усердно совершал свой пост. Каждый из нас старался совершать молитвы, помня о том, что постом и молитвой побеждается дьявол. Постом и молитвой человек духовно совершенствуется. Через невоздержание человек лишился Царства Небесного, лишился рая, и через воздержание человек возвращается в рай. Сегодня Святая Церковь предлагает нам для поклонения Святой Животворящий Крест. Крест является орудием нашего спасения. Когда-то в древности на кресте прихваждали самых людных разбойников. И Крест был орудием самой позорной смерти. Силою крестовую Крест стал орудием славной жизни. Сегодня мы прибегаем к Святому Кресту, молимся, и та сила, которую Господь дал Кресту Животворящему, она укрепляет нас в нашем земном крестоношении, шествии по пути земного странства. Святая Церковь предлагает нам в Святые Кресты поклонения и молитвы, как жезл помощи и силы. Когда путник идет куда-то и преодолевает уже определенный отрезок своего пути, обычно человек устает, бывает, что в последние у него уже истощаются силы. И когда такому путнику вручают жезл, пособ, и он берет свою руку, этот пособ, ему становится легче идти. И пособ облегчает его путешествия. И Крест является тем же злом силы Божьей, который помогает нам дальше совершать свой постный путь. Путь, ведущий человека к Святой Пасхе и в воскресенье в Христово. Крест имеет огромную силу. И Крестом побеждается всякое зло, которое существует только в мире. Оно побеждено Крестом и побеждается Крестом. Есть рассказ про одного воевода, который был очень мужественным воином, он был воином начальником, и царь его послал в один город, чтобы истреблять там христиан, убивать их и забирать в них богатство, грабить их. И этот воин собрал войско и пошел на христиан. И по пути он увидел ночью беденье. Был гром, были молнии, было землетрясение. И он увидел, что с неба сходит крест. В виде кристаллов таких, из кристаллов сложенных. И он услышал голос. Я распятый Иисус, Сын Божий. Я пострадал за войну, за человечество, чтобы избавить человека от власти дьявола. И после этих слов крест начал возноситься опять на небо, уходить выше и выше. И был к нему голос. Этим знамением, которое ты увидел, побеждай твоих врагов. И мир мой будет с тобой. Этот полководец пришел в себя. В его душе он чувствовал какое-то умиротворение, какую-то радость. И он решил себе сделать такой крест, какой он видел в беденье. И он пришел к ювелиру, из ценных металлов, из ценных камней. Сделал такой образ креста, который он видел. Он поклонился, помолился перед крестом. И пошел уже в тот город, куда он направлялся. Не для того, чтобы убивать и грабить христиан. А для того, чтобы поражать тех, кто обижает людей. Кто неправильно относится к людям. Кто грабит людей. Кто обижает людей. И он там победил много племен разных. Потом вернулся он в Иерусалим. И поддержал ряд побед на саратинами, которые в то время убирали святую землю. И оскверняли ее. И главное, что он победил дьявола. Потому что в конце уже своего служения он сразился с дьяволом. Его заставляли отречь от креста. Дьявол людей подсылал к нему, что его мучили, истязали, заставляли отречь от своей веры. Но он победил силу вражию. Он остался верным к кресту. И он стал великомучеником. То есть мучеником, очень сильно пострадавшим за Христа. Вот такую силу имеет святой животворящий крест. Каждый христианин должен носить крестик у себя на руке. Крест освящает человека. Мы иногда молимся, иногда мы в ум своем имя обращены к каким-то другим заботам. Чаще всего мы туда обращены. А сила Христова, она постоянно находится на теле человека. И она ухраняет нас от всякого зла. И очень хорошо делают те люди, которые осеняют себя крестным знамением, часто осеняют себя с молитвой. И это привлекает благодать Божию. И сила животворящего креста освящает такого человека еще больше. Мы христиане, и мы его приезжаем держать изображение креста в своем доме для освящения его. Мы украшаем крестом храмы, часовни, дома свои, какие-то места особенных событий. Крест является для нас похвалой и славой. И пусть сила животворящего креста помогает нам продолжать свой скромный, посильный подвиг поста и молитвы, чтобы мы сподобились в радости встретить светлый праздник славного Христового Воскресения. Чтобы мы вместе со всеми святыми прославили воскресшую из мертвых Христа, Бога нашего, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Спасибо.